Всем привет! Кто меня еще не знает, меня зовут Лена и я веду канал на тему бьюти. Сегодня я хочу поделиться с вами радостью от того, что у меня появился вот такой вот замечательный эпилятор Браун Силкопил 9. Скажу сразу о том, что комплектация у этого Силкопил 9 бывает абсолютно разная. И комплектацию я обязательно вам свою покажу, но сначала хочется все-таки показать эпилятор и сказать о его главном свойстве, о том, как же все-таки при помощи него делать эпиляцию. Сам эпилятор выглядит вот так вот. У меня в фиолетовом цвете цвета бывают абсолютно тоже разные, бирюзовые, по-моему, розовые. У меня же вот такой вот белый с фиолетовой вот этой насадкой эпилирующей. Здесь вставка из прекрасных таких мелкого шемера серебристо-голубоватого, просто шикарный очень. Аппарат очень эргономичный, он так приятно сидит в руке. Он достаточно увесистый, чтобы его чувствовать в руке, но он не настолько тяжел, чтобы рука уставала. На самом деле, согласитесь, все эти опции для эпилятора, как бы, как дополнительные хороши, его красота и его удобство держания в руке. Но самое главное, это все-таки эпилирующая часть и как он справляется с удалением нежелательных волос на теле женщины. Для того, чтобы вы немного понимали, почему я для обзора эпилятора сделала целое видео, я хочу сказать, что я не делаю восковую эпиляцию. Когда-то давно у меня был опыт, я делала эпиляцию из зоны бикини и ног, и это было для меня очень болезненно, очень проблематично собраться и поехать в салон тогда, когда мне это нужно. Нужно что-то там где-то, прошу прощения за подробности, да, отрастить, чтобы что-то где-то убрать. В общем, у меня есть аппарат для плавления воска, и он стоит практически новый, я им воспользовалась раз, может быть, два. Ко мне мастер приезжал домой, ну, в общем, не мое. И я пользуюсь эпилятором. Эпилятором я пользуюсь с первого курса института. Мама дала мне в свое время денег, чтобы я купила эпилятор, и мне тогда хватило на самую дешевую модель, которая была представлена в магазине. Я, как сейчас помню, он стоил 900 рублей, и этот Panasonic до сих пор со мной, он жив. Я вам сейчас его быстренько покажу. Я пользовалась этим эпилятором по сей день, вот буквально, пока у меня не появился новый. Это вот такая элементарнейшая модель, и в комплекте с ним еще вот такая сумочка, зарядный блок и щеточка. Все работает, естественно, он только от сети, и никакая вода, конечно, на него попадать не должна. Теперь давайте я скажу об умениях вот этого эпилятора. У него очень широкая головка для быстрого удаления волосков, захватывает больше волосков за одно движение. Это так. Технология пинцетов MicroGrip точно удаляет даже короткие волоски, от полумиллиметров уже можно делать эпиляцию. Можно использовать ванны и души для более мягкой эпиляции. Я читала подробнее, он водонепроницаем на глубине до 5 метров, так что можно даже заныривать с ним. Технология активных колебаний для более нежной эпиляции, то есть он так как бы вибрирует. И технология адаптации, адаптируемая контуром вашего тела, головка. Головка действительно плавающая, плавает очень сильно, всякие там колени подмышечные, впадины ей не проблема. Это то, что написано на коробке. Давайте теперь расскажу то, что я думаю по всему этому поводу. У аппарата действительно очень расширенная вот эта вот эпилирующая часть. Она шире, чем даже у предыдущей версии, ссылка пил 7. И это действительно удобнее, потому что не нужно проводить 200 раз по одному и тому же месту, чтобы удалить волосы. Больше площадь, меньше боли. У эпилятора есть здесь такие ролики остренькие, которые прокатываются, делают массажные движения, за счет чего отвлекают внимание и не так чувствуется болезненность удаления самого волоса. Также здесь имеется очень хорошее подсветление, а также здесь есть два сверстных режима. Первый. Второй. Значительный шаг. Для новичков в эпиляции отлично подойдет первая скорость, а для тех, кто более уже опытен в этом деле, легко и просто будет быстрее все сделать на второй скорости. Как я уже сказала, здесь плавающая головка, которая позволяет проработать все труднодоступные места, не выворачивая никуда руку, просто ведешь плавно по ноге и в коленке все хорошо обрабатывается. Также с подмышечными впадинами. И хочу сказать, что пока у меня не появился вот этот эпилятор, подмышечные впадины я эпилировать не могла, уж очень мне было больно. С ним действительно как-то менее болезненные, возможно, за счет вот этих вот каких-то импульсов, возможно, за счет этих шариков. И еще хочу особое внимание, вот спасибо сказать за фонарь. Я знаю, что фонари есть во многих эпиляторах уже давным-давно, но, как я объясняла ранее, у меня фонаря не было, и это очень мощный фонарь. И с ним действительно я в ванной эпилируюсь, да, эпилирую, эпиляцию я делаю в ванной, потому что это менее болезненно, как мне кажется, и это самое время для того, чтобы, ну, как бы заняться собой. Кожа распарена, луковицы более открыты, и все удаляется, мне кажется, намного проще. Поэтому его водонепроницаемость, она полностью оправдывает себя, и я очень долго буду спорить с тем, кто скажет, что это глупая функция для эпилятора. Это очень важная функция для эпилятора. Так вот, я принимаю ванную со свечами, у меня нет верхнего освечения, да, яркого света, и мне этого фонаря вот просто вот так вот хватает, все, я все вижу, и все, что нужно, делаю. Как я уже сказала, комплектации у этих эпиляторов может быть разной, и сейчас вам покажу свою комплектацию. В комплекте с эпилятором идет вот такой вот мешочек беленький, он из тонкого, как бы, брезента, что ли, он идет на шнурочке, обычно он очень удобно. Некоторые говорят, что позорная сумка в комплекте, но что мне нужно еще для эпилятора очень удобно, очень емкая, все, я в ней храню, считаю ее очень удобной. Так, первое, что мне попадается, это абсолютно съемная голова, то есть это вот эпилирующий, да, элемент. Сейчас я его сниму, покажу, как он снимается. Здесь сзади есть кнопочка, щелк, все убирается, и надевается вот эта вторая голова. Это бреющая, то есть это триммер, бритва, триммер, кто как хочет какими-то более или менее модными словами назовите. И у нее две работающие поверхности здесь есть. Во-первых, есть насадка для того, чтобы сделать какую-то стрижку с определенной длиной, да, ну, то есть кто-то убирает волосы на руках, кто-то делает интимную стрижку, каждое предназначение придумает этой вещи. И здесь вот такая вот бритва с двумя работающими элементами. Работает вот этот элемент и работает вот этот элемент. Есть переключатель, который блокирует вот этот элемент, чтобы он либо работал, либо нет. Ну, то есть как бы вариации есть, да, вариативно. То есть у меня вот такая вот насадка с бритвой. Мне это нужно, потому что кое-где, кое-когда мне нужно именно не выдернуть, а именно немножко подстричь. Также в комплекте у меня шли две вот такие вот крышечки-насадочки. То есть здесь просто они регулируют площадь эпиляции. Здесь побольше, здесь поменьше. Но это на любителя, опять же, кому-то это надо. Обычно в эпиляторах это есть для того, чтобы кто-то зону бикини прорабатывает таким образом. Мне же нравится быстрее и меньше боли терпеть. И последнее, что есть в комплекте, это вот такой вот шнур-зарядка. Сейчас я вам его покажу. С достаточно длинным проводом. Сколько здесь, наверное, посмотрим. Метра три, наверное, провод. Да, метра три. Два с половиной, наверное, может быть. Очень длинный провод. Очень удобная сама вилка. Я не знаю, возможно, она в разных странах. Ну, невозможно, конечно, в разных странах разные. Возможно, даже в нашей стране она разная. У меня вот такая вот, очень удобный, хороший блок. И самое классное, что здесь есть, что мне нравится. Ну, то есть, можно зарядное устройство напрямую подключить к аппарату. Вот так вот, да? А можно это зарядное устройство подключить к вот такой вот подставочке. И когда вы поставите аппарат на эту подставочку, он будет заряжаться. То есть, вот так вот он у меня обычно и стоит, либо на туалетном столике, либо на стиральной машинке в ванной комнате. Это, знаете ли, такая док-станция для эпилятора. Я все-таки хочу еще раз сказать, что я очень-очень счастлива, что у меня этот эпилятор появился. Я думаю, те, кто занимается эпиляцией, те меня поймут, если его попробуют. Ну, а те, кто еще, все еще удаляет волосы при помощи бритья, я думаю, вот просто попробуйте эту вещь, если есть возможность такая. И вы точно уже поймете, в чем разница. Во-первых, это свобода. В течение нескольких недель всего лишь там первые 2-3 раза вы будете делать это чаще. А потом все это будет, просто вы будете об этом забывать. И со временем это становится совершенно не больно, когда уже кожа привыкает. Вы психологически к этому привыкаете. В общем, да, я за грамотное удаление лишних волос с тела и пропагандирую здесь не только этот эпилятор, а вообще эпиляцию в целом. И да, если у меня столько положительных эмоций вызвал эпилятор Браун Силк Эпил 9, то у моего мужа столько же в таком же объеме положительных эмоций в этот же вечер, когда я открывала свой эпилятор, он параллельно открывал вот такую вот коробочку. И это бритва для лица, также от Браун Кройзер Фейс 6. Я сейчас покажу здесь, это просто коробочка, потому что бритва тоже у мужа стоит уже в ванной комнате. Стоит она у него все время на такой подставочке. В общем, бритва выглядит сама вот таким вот образом. Бритва триммер. Вот такая вот она, замечательная. Здесь такой, знаете, прорезиненная, как будто бы поверхность удобная, держание не выскальзывает. И зарядное устройство, сразу скажу, раз оно у меня на руках уже. Тоже такая же подставка, только здесь и блок такой же, только черный. И здесь пружинка, ну как стандартно у бритв. Прошу прощения, что я постоянно смотрю мимо камеры, пытаюсь уловить, попадает ли в кадр то, что я вам показываю. Давайте я, наверное, тоже сначала зачитаю то, что тут написано, а потом расскажу то, что я знаю. Потому что все-таки это не мой прибор, и слишком много информации я о нем не смогу сказать, поэтому зачитаю все-таки. Чистое бритье с помощью электробритвы, моделирует точный контур двусторонним вращающимся триммером, подстригает до четырех уровней длины со съемной насадкой триммером, работает в душе. Тоже да, водонепроницаемый. Саша сказал, что это действительно удобно, руки не боишься там где-то что-то намочить. Тоже покажу то, что у него было до этого. У него был очень-очень старенький такой любимый его триммер от Члет. Члет, и вот такой вот он маленький, и он ему нравился, он его устраивал, у него даже какие-то насадочки на него были. Ну, конечно, когда он получил от меня в руки вот этот вот подарок, он уже не хотел возвращаться к своему старому триммеру, и сказал, что он был хорош, он ему отслужил, но он готов безболезненно с ним проститься ради вот этого круизера Face. И я, конечно, тоже обалдею от этой штуки, и я думаю, что она нам пригодится не только для Сашиной бороды, но и для Савелия. Саша этой насадкой, у него очень длинная борода, кто не знает, и он подравнивает здесь какую-то, короче, длину делает, что-то где-то подстригает, что-то там с шеи убирает, и он говорит, что это вообще круто для бородачей, поэтому если у вас там муж, парень, папа, дедушка бородач, то это подойдет им тоже не только для тех, кто там греется наголо каждый день, и не носит там ни чтину, ни бороду. Да, несколько уровней длины волос, которые можно оставить, но меня здесь подкупило даже не это, я, правда, не очень знаю, как здесь что снять. А, вот тут еще вот так вот выдвигается высота, регулируется. Да, конечно, мужские штучки, это вам не женские. Потом снимается вот так вот просто насадка, и здесь, смотрите, что классно. Я почему загорелась на эту бритву? Я увидела видеоролик рекламный на странице Браун на YouTube, и узнала, что здесь вот есть триммер. То есть, короче, вот это вот сама бритва, вот это вот сама бритва, потом здесь вот триммер, то есть то, что делает ровный контур, и есть вообще, вот так вот поворачиваете, и есть вообще маленький триммер, то есть им можно убирать даже волосы в носу. Я думаю делать с Аверио вот здесь вот контур возле ушка, то есть, возможно, мы будем меньше ходить в парикмахерскую с ребенком, и вот делать все это дома. Показываю я это вам как вариант, допустим, покупки выгодные для дома, чтобы приводить в порядок мужа-сына, ну, а также, конечно же, как идея для подарка, потому что все равно уже, как ни крути, Новый год близится, и мы все будем бегать в последний момент, что-то придумывать, а это вот хороший вариант. Я, например, эту штуку подарила своему мужу на нашу годовщину свадьбы. Ну вот, поделилась с вами идеей подарка для себя, идеей подарка для своей второй половинки, или для своего близкого мужчины из семьи. Надеюсь, что было вам полезно. Мы с вами очень скоро увидимся в новых видео. Я вас целую. Пока-пока.